Дорогие друзья, портал Главпахарь подготовил для вас подборку самых интересных и важных новостей из мира сельхозтехники. О новинках от отечественных и зарубежных производителей, о важных изменениях рынка смотрите на наших каналах в YouTube и Routube, Дзен и ВК. Не забывайте подписаться. На третьем участке особой экономической зоны Липецк заработал первый цех ООО «Липецкий тракторный завод». В нем будут собирать экскаваторы-погрузчики и коммунальные машины на базе сельскохозяйственных тракторов «Агромаш». А также навесное оборудование для этой техники имени погрузчиков «Четра МКСМ». В открытии первого цеха принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, а также гендиректор концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов. Фактически именно с запуска первого цеха официально начинается возрождение ЛТЗ. Сегодня здесь уже есть рабочие современные станки, выпускается первое оборудование. Площадку будут развивать и дальше. Инвестиции в первый этап проекта составили полмиллиарда рублей, а к концу 2025 года они должны увеличиться до 1,2 миллиарда рублей. В том числе благодаря привлечению финансовой поддержки со стороны Фонда развития промышленности. Напомним, что ЛТЗ был построен в 1944 году. В 2009 году завод остановился. В 2022 году было принято решение о его возрождении. Изначально одним из главных инвесторов наряду с тракторными заводами значилась белорусская компания «Амкадор». Однако чуть позже она вышла из проекта. В Смоленской области заложили первый камень нового завода «Коблигрупп» по выпуску сельхозтехники. Таким образом был дан официальный старт инвестпроекту, о котором так много говорили в последнее время. Общий объем вложений в завод составил 750 миллионов рублей. Современное производство прицепной техники, а также машин для кормления и содержания крупного рогатого скота разместится в индустриальном парке «Феникс» на площади 11,5 тысяч квадратных метров. Будет создано 150 рабочих мест. Кроме того, будет решена еще одна важная задача – импортозамещение. Ввод в эксплуатацию нового предприятия запланирован на четвертый квартал 2025 года. В Чувашии представили первый российский хмелеуборочный комплекс. В него вошли отечественный хмелеуборочный комплекс МХ-450 АВАН, созданный компанией «Техмашхолдинг». Ихмелесушильная машина «Феникс-450Х». Комплекс установлен на территории центра компетенции хмелеосты при Чувашском аграрном университете. Второй экземпляр хмелеуборочного комбайна до конца сентября будет поставлен еще в одно хозяйство в Урнарском округе для пивоваренной компании «Балтика». А вместе с ним – ихмелесушильное оборудование – производство компании «Техмашхолдинг». Спецмашины успешно прошли испытания на опытных хмельниках. Всего в Чувашии в сезоне 2024 года планируется собрать урожай со 138 гектар хмелеплантаций. К 2032 году площади под хмелем увеличат до 2000 гектар. Торговый дом «Техноград» начнет производительскохозяйственные тракторы в Приморье. Соглашение об этом было подписано на Восточном экономическом форуме. В регионе наладят производство колесных тракторов, тяговых классов 0,9 и 6, а также создадут площадку для хранения запчастей. Мощность разместят на Торнодеждинское. Объем производства при выходе на проектную мощность составит около 550 машин в год. Инвестор вложит в проект около 3 миллиардов рублей. Напомним, что «Техноград» является дистрибьютором техники «Зумлеон». В Краснодарском крае состоялся масштабный дымопоказ сельхозтехники «Хорж». Мероприятие прошло 12 сентября на полях крупного агрохозяйства «Урожай XXI век» в Большебийсукском сельском поселении Брюховецкого района. Событие собрало около 100 фермеров, гостей и участников. Организаторами выступили компания «Хорж Русь» и дилер сельхозтехники «Меджер Агра». Традиционно перед демо была проведена лекция по технологиям работы с сельхозтехникой «Хорж» и по философии бренда. Здесь особое внимание уделили актуальным проблемам в современном растеневодстве, а также рассказали о том, как продукция помогает решать поставленные задачи. Главным же событием стал большой дымопоказ, в ходе которого представили обширную линейку техники от обработки почвы и посева до защиты растений. Агрегаты демонстрировали как в статике, так и в динамике в паре с тракторами российского и импортного производства. Всего в поле вышло 10 единиц. Среди них прицепные опрыскиватели «Хорж Лип-12ТД», «Лип-4АХ» и «Лип-5ЛТ». А также высококлиренсный самоходный опрыскиватель «Хорж Лип-5-280ВЛ», оснащенный штангой с технологией «Бум-контрол», двигателем «ФПТ» мощностью 280 л.с., а также баком для рабочего раствора вместимостью 5000 литров. В работе продемонстрировали и технику для обработки почвы. Свои умения показали дисковая барана «Хорж Джокер-8РТ» с двумя рядами рабочих дисков и прикатывающим катком. Более широкозахватная машина с рабочей шириной захвата 12 метров «Джокер-12РТ». А также комбинированное дисколаповое орудие «Хорж Тигр-4МТ» с бункером «Фертипров» и системой внесения удобрений на глубину обработки. Не забыли про посев. На суд «Аграриев» были представлены дисковый посевной комплекс «Хорж Пронта-12НТ» с ошняками «Турбодиск», бункером объемом 12 тысяч литров для семян и удобрений и функцией адресного внесения последних. Сейлка «Ноутил» с возможностью сева по минимальной технологии «Аватар-12-25СД». И сейлка точного высева «Хорж Маэстро-16СВ». Данная сейлка обладает системой автоматической регулировки давления на сошники с автоматическим отключением секций при перекрытии, а также двухсекционным бункером для семян и удобрений объемом 7 тысяч литров. День поля получился зрелищным и насыщенным. Фермеры на практике увидели работу орудий и сделали выводы. Закончилось мероприятие красочным парадом агромашин в поле с салютом. Опытный образец белорусского свеклоуборочного комбайна «Рокот» тестирует в полях. Напомним, что впервые эту новинку показали на выставке «Белагра-2024». Техника может обрабатывать 6 междурядей шириной от 450 до 600 мм, а максимальная урожайность, при которой обеспечиваются требуемые показатели уборки, составляет 700 центнеров с гектара. В настоящее время модель испытывают на экспериментальной базе Свекловичная Несвежского района. Как отметил глава аграрного ведомства Беларуси, мощность «Рокота» несколько слабее импортных аналогов, но тем не менее для среднестатистического хозяйства от 200 до 300 гектар посевов, а таких в республике большинство, это оптимальный вариант. Техника белорусского производства будет гораздо дешевле и проще импортной. Машину уже готовят к серии. Харьковский тракторный завод представил две модели тракторов с дистанционным управлением. ХТЗ-248К20 и ХТЗ-248ДК. Их презентация прошла на выставке «Битва агротитанов». Комплект модернизации позволяет оператору управлять трактором из кабины или удаленно на расстоянии до 800 метров и в течение 8 часов. При этом тракторы по-прежнему оснащены такими же моторами и коробкой, как и стандартный ХТЗ. Под капотом установлен двигатель FPT, а также механическая трехдиапазонная коробка передач. Класс представил сразу пять обновленных телескопических погрузчиков серии Scorpion. Речь идет про новые модели грузоподъемностью от 3,3 до 4,2 тонн. Scorpion 638, 733, 738, 742 и 1033. Именно эти модели обновляют продуктовый портфель бренда благодаря разнообразию характеристик, повышающих производительность. При этом для моделей Scorpion 738 и 742 в качестве опции доступен и новый привод хода Varia Power 3 с повышенной тягой. Помимо улучшенной устойчивости и большей подъемной силы, все обновленные модели погрузчиков класс характеризуются значительным повышением комфорта и новым рабочим местом операторов. Индийская компания Mahindra представила первый трактор CBG UVTech Plus, работающий на биогазе. По сравнению с компримированным природным газом, который зависит от ископаемого топлива, сжатый биогаз представляет собой экологически чистое возобновляемое топливо. Оно производится путем переработки биоразлагаемых материалов, таких как сельхозотходы и другие биологические продукты. Новый трактор обладает мощностью и производительностью, сравнимыми с традиционными дизельными моделями. Названы золотые и серебряные призеры конкурса на лучшие инновационные разработки в области сельского хозяйства. Вручение почетных звезд премии пройдет с 8 по 11 октября на выставке Агросалон 2024. Среди золотых медалистов многофункциональная сейлка Агроэко СМС российского производства. Прицепная пассивная комбинация Циррос 9004-2С Грант. Первый самоходный свеклоуборочный комбайн российского производства. Круговая дождевальная система полива IS-110 от Кобли Групп. Китайский гибридный трактор Leogong LT3504CE. Новый опрыскиватель-распределитель Туман-4. Система РСМ автозаполнения кузова для кормоуборочных комбайнов F-2650. А также новая серия гибридных комбайнов H-производства Россельмаш. Подробнее со списком всех медалистов можно ознакомиться в нашем материале на портале главпахарь.ру. Ссылка в описании. Fieldwork Robotics представил усовершенствованную версию первого в мире робота для сбора малины. Техника получила название Robocrop. Она определяет степень созревания малины на основе спектрального анализа, а затем срывает ее специальной рукой-захватом с чашкой и мягкой мембраной. Робот способен собирать более 2 кг ягод в час, что сопоставимо с работой обычного человека. Вальтра доставила на исследовательскую станцию в Антарктиду трактор T-235 Active. Модель получили ученые из Норвежского полярного института. Прибывший трактор будет использоваться на необычных задачах по измельчению льда и подготовке дорог вокруг станции. Трактор мощностью 235 лошадиных сил получил специальный диагностический компьютер. Крамп представил новые поворотные проблесковые маячки для тракторов. Они имеют два светодиода и функцию беспроводной установки и синхронизации. Эти светодиодные огни могут мигать синхронно или в обратном направлении, легко крепятся на один кронштейн. Оборудование разработано для улучшения видимости сельхозтехники на дорогах. В Нидерландах разработали новый трактор Bumper Air с компрессором. Такое оборудование помимо основной функции также можно использовать для изменения давления в шинах. Компрессор имеет производительность 2000 литров в минуту и требует подачи 55 литров в минуту. Опционально могут поставляться два воздушных ресивера объемом по 60 литров каждый. Кроме того, в бампер встроен противовес массой 600 килограмм. В Красноярском аграрном университете открыли новый учебный класс современной сельхозтехники. В нем представлены макеты сразу трех кормозаготовительных машин, мультимедийный комплекс, а также плакаты с технологиями заготовки кормов и конструкциями представленной техники. В аудитории будут изучать современную сельхозтехнику и технологии заготовки грубых кормов на дисциплинах сельхозмашины, сельскохозяйственная техника иностранного производства и управления технологическими системами. Росельмаш открыл новый современный дилерский центр в Мордовии. Он был построен при поддержке партнера бренда в регионе компании «Мордова Агролизинг». Объект соответствует концепции производителя «три в одном», что означает продажи, сервис и запчасти на одной площадке. Каждая его рабочая зона оснащена современным оборудованием и цифровыми технологиями. Мощность отапливаемого склада позволяет осуществлять единовременное хранение 3000 позиций запасных частей. При этом сервисная зона рассчитана на 4 стационарных поста для предпродажной подготовки и ремонта сложной техники. Еще больше интересной и полезной информации вы сможете найти на нашем портале главпахарь.ру, а также в наших социальных сетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok